И прямо опять, как всегда, связь отвратительная, все вылетает, невозможно вести прямой эфир бесконечно, вообще всем плевать на качество услуг. Ну и вот, что касается, дальше хотела бы поговорить про тему декларирования. Вот интересно, там вопрос такой, по имеющимся имуществу и так далее. Я не пойму, зачем вообще это по желанию, написано по желанию. Ребят, в смысле, как это, по желанию? Я что, замуж выхожу, что ли? Желаю выходить там или не желаю там, или еще что-то там, или я покупаю там что-то, хочу, куплю, хоть. Нет, ребят, вы конкретно ставьте, это же отчетность, ну как бы четко должны быть прописаны. И по вот этим имеющимся зарегистрированному имуществу там и так далее. Зачем это все перечислять, если все это имущество, потом эти авто, которые есть на человеке, на гражданине Республики Казахстан, они вот и так уже зарегистрированы там в СОНах, зарегистрированы в авто СОНах, там в системе МВД. И непонятно, зачем эту функцию, эту, 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 включают опять. Вон, за пределами. И, ребята, вот у меня очень много, конечно, вопросов по этому декларированию. Вот, хорошо, сдали, сдали, да, сегодня там, допустим, нету этих наличных, нету там и так далее. Ну, а завтра, если возьмет мне кто-нибудь подарит, возьмет и перечислит 10 миллионов долларов. Я что должна брать и что, бежать там, докладывать, ой, мне сегодня перечислили там, мне сегодня вот выделили, или подарили 10 миллионов, да, или там еще что-то. Вот, ребят, я не пойму, я что должна. За каждую этот, что ли, очида, если мне это подарили, какое отношение имеет государство? Я понять не могу. Мне государство, государство никогда в жизни ничего не дало. Никогда. Сколько себя помню с момента переезда 20 лет назад. Никаких этих, никакой поддержки, никакой копеечки, я не брала с какой стати, я отчитываюсь, только и отчитываюсь, отчитываюсь. И еще постоянно борюсь, чтобы выживать в этой стране. Еще и должна отчитываться о том, что я имею, не имею, что мне подарили, что мне не подарили. Имею я какие-то картины, которые, извините, меня ценятся там и стоят дороже сколько-то МРП. Но я понять не могу, ребят, вот что за тупость такая, что это за глупость. Ничего президент не сделал для того, чтобы казнокрадов уличить, вывести их на чистую воду. Ничего. Он только ввел, взял и ввел новые санкции в отношении собственного народа. Ну, у людей и так ни хера ничего нет, да. И еще мы должны сейчас брать, еще отчитываться за то, что у нас там прописывать, у нас ничего нету. Вот, пожалуйста, посмотрите, у нас ничего нету. Ребят, ну вы вообще офигели что ли там совсем? Вы казнокрадов что-нибудь сделали? Как они будут? И вот мне интересно, вот, например, да, проститутки. Они там зарабатывают. Как они будут отчитываться за свои наличные? Как это прописывать будут? Или вот, например, казнокрады, которые, извините, имеют доходы в этих, в европейских странах. У нас все казнокрады, в том числе сидящая власть, лица сидящие во власти сейчас. Вы как сами будете отчитываться? Беттермус вообще сжег. Калай вообще, Сергей Калай Кайрайсендер. Вообще у вас совести нету. Как вы будете отчитываться? У вас же там вся недвижимость и на счетах сколько денег. Как вы будете отчитываться? Покажите вообще, дайте нам, пожалуйста, это, вот это вот, весь ваш список, чего вы имеете. Что вы с нас-то требуете? У нас там налички-то нету. Ваши банки, вон, второго уровня, все съедают. Все, что можно. Любая копейка, все несем только в банки второго уровня, которые вам и принадлежат. Что вы сделали по декларированию? Что сделали? Вот я хочу задать вопрос президенту республики Казахстан. Касым Шумат Кемелевич, что вы сделали за период своего правления, а вы уже сидите, извините меня, достаточно срока, достаточный срок. Что вы сделали для того, чтобы вернуть деньги с иностранных счетов, которые незаконно выведены? И что вы сделали по возврату активов? На сегодняшний день я, как и миллионы казахстанцев, наблюдаю только, что идет, по моему мнению, это идет раздел сферы влияния. Отбирается там у семьи Назарбаевых, присваивается другому клану. Я не вижу, что, я не знаю, что это пошло там в пользу народа. Я не вижу, что там деньги пошли в пользу народу. Пока только все чиновники твердят об одном, что денег в бюджете нет. Как, например, кому-то там финансировать своим людям деньги и находятся. Сначала распиарят его, потом начинают деньги ему выделять. Вот я пойму, зачем родине выделять дополнительные средства, если он и так в шиколаде? Нет, вы понимаете, что это ненормально как-то? Это у нас что, это казахская вот эта вот черта, да? Кого чуть возвеличивают, все, начинают за жополистом заниматься. Слушайте, как вот уже надоело вот это вот. Я не знаю, и поэтому декларировано настолько унизительно, это капец. Люди и так ничего не имеют, мы должны им подать декларацию, что мы ничего не имеем. Ну вы вообще издеваетесь, что ли? Вы придумаете инструменты для казнокрадов, для чиновников, для вас, кто сидит во власти, кто сейчас здесь находится. Все активы держите за границей, все. Нет ни одного депутата и нет ни одного чиновника, который бы все активы здесь вкладывал бы в родину мать, и здесь в Казахстане все держал бы. Все находитесь там, за границей, все вывезли здесь, по одному домику имеете, и то там на женах, на тещах, которых по 80 лет там, непонятно. Ребята, ну вот настолько это унизительно вообще, вот я понять не могу. Вводят все новые, новые санкции. Нам и так там, скажите, а, и так уже выживают все. И вы еще тут берете, еще накладываете новые санкции. Сколько можно уже так людей травить? Поэтому по вот этому декларированию для меня вообще непонятно. Вы ее должны были ввести только для госслужащих и для депутатов, которые по 150 квартир имеют. 150 квартир имеют. Вы представьте себе, это как вот, вы с них спросите, когда они подадут декларацию, вы скажите, у тебя, например, да, полтора миллиона или два миллиона у тебя зарплаты. А почему ты имеешь нефтяные вышки? Откуда ты их приобрел? Откуда ты приобрел торговые центры? Откуда ты приобрел заправки? Откуда ты приобрел там 150 вилл, вилла там в Ницце, вилла, яхта за 300 миллионов в этом, стоит там где-нибудь на побережье, в Дубае, там пол Дубая выведены. Вот в первую очередь, я считаю, и президент, и правительство, вы должны начать с себя, начать с тех, кто сидел и сейчас сбежал там, кайфуют ходят. Вот начните с них, вы что с нищего народа требуете? Ну, сдали мы вам нулевки, сказали, что денег ни хера у нас нету, вам легче стало от этого? Вы займитесь теми, у кого эти деньги наворовали. При зарплатах в 2 миллиона они полка, они всем Казахстаном владеют. Спросите у них, откуда у них эти деньги? Спросите у них. Мы без конца спрашиваем, только плевать. Потом начинают. И вот это вот последнее, вот последнее вот это вот, в последнем выступлении, вот этот эпизод, ну прям вообще этот взрыв просто эмоциональный для нас, настолько это, настолько унесительно слышать из уст этого, из уст президента там, давайте мы их заключим, те, кто откажется добровольно, да кто откажется, во-первых, добровольно откажется и вернет активы незаконно присвоенные, внесем их в список, в золотой список благотворителей. Ну, во-первых, это даже нелогично. Благотворитель, кто это такой? Тот, который заработал, ну вот, например, Илон Маск, да, да он со своими миллионами что хочет, то и то будет делать. И у нас, например, к нему одно только респект и уважение, потому что он своими мозгами все это сделал. А почему мы должны казнокрадов брать, во-первых, еще умолять, чтобы они их вернули, а потом их еще в золотой список этих благотворителей включать? Это не благотворители. По отношению к таким людям в Китае применяется смертная казнь. А нам предлагают сейчас взять и в золотую рамочку их повесить, и руки им целовать, и просить, когда вот там наводнения были, да, просили там у них, они там подачки бросали там, один миллион, два миллиона, вот так, как это, как обглоданные кости. Это что, так что ли должно быть? Конечно, нет, не должно быть так. Вот запустили декларирование, не смогли они отчитаться, все, забирайте у них. Не смогли отчитаться, забирайте. А я уверена, что никто не сможет. Зарплата 2 миллиона, извините, налоги они не платили, если они будут говорить, а мы-то заработали, у жены там ТОшка, она качала. Да ни хрена она не качала, точно так же. Вы уходили от налогов, и я могу, посадите меня, пожалуйста, заберите меня, включите в комиссию, в комиссию, я прямо вот требую в комиссию по вот этим вот активам. И я, я буду на финансовую чистоплотность проверять всех. И я вам выявлю и докажу, что, извините меня, если даже они будут говорить, это наше ТОО заработало, мы вот купили. Я вам с легкостью докажу обратное. Потому что я точно знаю, вот эти вот олигархи казахстанские, никто никогда не платил налоги, и никто никогда не работал в чистую. Как на таможнях они проезжают, ничего не оплачивая. Ноль в бюджет, точно так же и их ТООшки. Ничего, они в черную работают. 20% показывают, 80% в черную работают. Так извините меня. И с нас теперь вот эти деклары... Ну заполнили мы хорошо, до 15-го сроки вы нам дали. Заполнили, отправили, что ничего за душой нету. И что, легче стало? Казна пополнилась? Для чего декларирование запускают? Для того, чтобы выявить тех, у кого, кто незаконно там, извините, присвоил деньги, у кого незаконно присвоено имущество, счета там, деньги выведены и так далее. Ну так работайте по ним, вам и карты в руки. Для чего вы сидите в верховной власти? Отчитался нищий народ, ничего нету. Все, декларации проверили. А вы что делаете? Запускаете декларацию, мне там несколько, я не знаю, сколько, десятков смс пришло. Такие вы к нам открыли, сдайте декларацию, сдайте декларацию. Ну сдала я, легче стало. Я вот прям уверена, по общественным деятелям, которые вот в стране пытаются что-то наладить, что-то сделать, как-то отстоять права граждан, да, и свои, и в первую очередь по ним пристально наблюдают, как бы у них там чего, лишняя копеечка где-то не завалялась и так далее. Ребята, ну это вообще, у меня общественный фонд, я работаю. Может мне завтра возьмут в общественный фонд, миллион долларов перечислют, и что я побегу отчитываться в этот, в налоговую? Вот, ребята, я работаю в чистую и в прозрачную, но вот это вот унижение, вот это вот, ну это вообще, хорошо, что хоть, а, еще эти, имущество, может быть мне еще это, шубы, которые висят в этом, в гардеробе, еще их задекларировать, оценщика еще вызвать, ну конечно, у людей денег нет, чтобы оценщиков вызывать, попробуйте оценщиков вызвать, сколько они вам там, денежек, сколько с вас, сколько выставят вам, какие суммы. Вы вообще, я не знаю, вот это депутаты, серьезно, ни одного депутата нету, кто бы, говорят все очень много, только болтуны одни, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ничего не делается. Ну сел этот базарбек туда, ну так красиво поет, как красиво поет, ну прямо он чистит и чистит, вот вы не работаете, вот вы, вот так делают. Ну делай, ты же сел в депутатское кресло, ты для чего там сел, чтобы красиво говорить, мы это без тебя знаем. Ну проговорил на камеру, все, аплодисменты сорвал, дальше что? Сделайте что-нибудь, сделай, что ты бла-бла-бла, бла-бла-бла, я не знаю уже. Красиво только умеют, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, но сделайте, нифига же ничего, не меняется, ну не меняется ничего. Все, запускайте все новые и новые какие-то законодательные поправки, которые, извините, еще хуже ухудшают и ухудшают положение людей. Я сегодня в утреннем видео, которое записывала, я говорила, что в последующих видео по локации я сейчас скажу, где я буду находиться, и там я буду запускать петиции, прямо туда пусть люди приезжают ко мне, заявления пишут, вступают в фонд, будем официально работать, будем собираться под общественным, под эгидой общественного фонда будем работать. Всем нужно объединяться под общественным фондом, потому что я других альтернатив в нашей стране не вижу, ну не вижу я, как мы можем, предложение подаю в заявлениях, извините, ребята, у вас там целые штаты, мне оказывается нужно еще сравнить, раньше я так и делала, депутатам так отправляла, они просили меня, я думала, да ладно, что там, поработаю там, до трех часов сижу, лопачу все эти законы, да, там, чтобы одну поправку принять, например, там нужно перелопатить пять-шесть законов, потому что они все практически, они между собой связаны. И вот попробуйте все эти поправки вбить потом в сравнительную таблицу и все это в действующей редакции забить, а потом в предлагаемой редакции все это сделать. Это очень большое, большая работа, огромная просто. У них там целые штаты сидят, они этого не хотят делать. Это оказывается, мы, общественники, должны все это сделать дальше. Понравилось, в этот раз мне тоже предлагают. Ну вы же вам, вам же не обязательно, от кого это будет подано, главный результат. Ага, сейчас, посадите меня тогда в депутатское кресло и буду я там лопатить за деньги. Буду до трех ночи сидеть и лопатить. Извините, что это я должна? А депутаты что будут делать? Жопы свои греть в своих креслах. Сидят на полном обеспечении. Полный, на полном обеспечении. Президент вообще не слышит. Сколько можно? Выведите их всех в отдельно стоящее здание. Все, сколько мы требуем уже. Выведите? Это не министры, это выходцы, как вы их называете, выходцы из народа. Так пусть они поближе к народу и будут. Выводите их всех в отдельно стоящее здание. Уберите все эти шлагбаумы. Уберите. Они должны быть в доступности для людей. Почему? Потому что они должны быть взаимодействовать, должны взаимодействовать с народом. Они, это как, знаете, это как ступенька между властью и между народом. А у нас что? У нас ступенька администрация президента республики Казахстан. Все туда идут. И через администрацию президента мы добиваемся встречи с депутатом. Да вы что? А ха-ха не уху-ху? Вообще обнаглели, что ли? Что это за недоступность такая? Это они кто вообще? Кем себя возомнили? Я вам еще раз говорю. Я хочу посадить. Дайте мне мандат. Мандат дайте мне депутата. Я сяду и я сама предложу в мажорисе парламента убрать всю эту гребаную, комфортную жизнь депутатскую. Перевести всех в отдельно стоящее здание и, извините, стать доступными. Но нет, видите? Никто меня не поддерживает. Никто. Где Ирина Смирнова? Ирина Смирнова? Где этот базарбек? Где этот говорящий базарбек, который так хорошо говорит? Ну давайте, давайте, вот я предлагаю, сделайте себя доступными для людей. Почему мы должны через администрацию президента до вас, до вас должны стучать и биться и добиваться с вами встречи? А где они все? Где что-то молчат? А потому что они не хотят. Лицемерят. Никто не хочет отказываться от своих вот этих вот хорошей, вот такой вот вольготной, роскошной жизни. Им же это все приятно, правильно? Сидят на полном, полном обеспечении, на нашей вот этой шее. Ножки свесили, ручки свесили и сидят. Машина у них под задницами, за бензин они не платят, куда хотят едут, куда хотят летают. За счет нас это все происходит. Живут они в квартиры, за аренду не платят. И давайте тоже так уже хватит. Нам нужно бюджет пересматривать. Президент неустанно говорит, что деньги, дыры в бюджетах. Вы посмотрите, мы уже начали продавать золотые слитки. Золотой запас, золотой запас. И мы, как всегда, об этом никто не знал. Представьте себе, мало того, что у нас долг огроменный, долг огроменный, они не могут нас 15 миллионов прокормить. Не могут прокормить. Так они уже золотой запас, говорят, продают. Золотые слитки уже продают. Наши, наши народные, наше народное золото уже разбазаривают и продают. Все это делают опять тихо, шиток, рыток, никто ничего не знает. Вот представьте себе, всю эту информацию мы черваем откуда? С тиктока, соцсетях, мы даже этого не знаем. Так извините меня. И все молчат, все. Базарбеки молчат все. Базарбеки, да. Все молчат, никому ничего не нужно. Ребята, я уверена в одном. Никто нам не поможет. Никто. Мы должны сами сплотиться. Вот как мы выживаем, да. И я так смотрю, мы должны сами друг другу помогать. Только, только сплоченная масса, только сплоченное общество, я уверена, мы сможем все сделать. Мы сможем все эти поправки вести, законодательно все это закрепить. Свои права отстоять. Поэтому, еще раз повторюсь. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. По-другому, по-другому в Казахстане невозможно. Никто не обращает внимания. Никто не хочет народу помочь. Бьются все, годами ходим, выбиваем, умоляем, просим, умоляем прям. Но это же вообще унизительно. Мы взрослые люди в предпенсионном возрасте. И мы сейчас ничего, мы даже не знаем, что мы сможем. Мы не можем оставить ничего детям. Посмотрите, какой разрыв. Люди, несколько семей, которые владеют, посмотрите, всем Казахстаном. Всем. Гаражи там машинами забиты, яхты, самолеты. Понимаете? И мы нищий народ, который ничего, ни бизнес не может организовать, потому что денег нет. Мы закредитованные сидим все в кредитах. Мы просим, говорим, дайте нам, пожалуйста, через социальные программы. Дайте, помогите нам. Здание вон том, дайте нам. Дайте нам, пожалуйста, поддержку, субсидирование. Дайте нам аул разрушенный. Мы не просим там в центре где-то. Мы говорим, разрушенные дайте нам. Даже этого не дадут. И что нам остается делать? А нам остается у нас единственное действие, это объединиться. Но я других вариантов не вижу. Вот ко мне обращаются, говорят, Канахат Кашгалеев, ну мы тоже в такой же ситуации. Ну то есть в заднице. Помогите, а чем я могу помочь? Я говорю, ну давайте, давайте тогда мы будем собирать что? Подписи. Подавать петиции. Наберем вот количество голосов такой, объединимся под общественным фондом. Все. Это единственное, единственное, что мы можем сделать. Больше у нас вариантов-то нету. Ну а как нам? Бизнесом нам не дают заниматься. Субсидии нам не дают. Потому что мы понимаем, это нужно быть родственником чем-то, чем-то, да, там, из верхушки сидящей. Независимым гражданам не дают же, нет. Ну тогда сколько, как мы можем так жить-то? Уже невозможно. Мы уже, вот я помню, мы ездили по адресам. И кимом этим, и всем по благотворительным фондам. Неа, бесполезно. Ну и все тогда. Что остается? Умолять на коленях вставать, извините, воспитание не позволяет. Не так воспитанность, чтобы еще на коленях стоять и руки целуют. Руки целуют там вот чиновники. Я не знаю, кто их воспитывал. Целовать руки сейчас вот. Плюс еще подача на правительство, да, в этот, исковых требований. Вот. Вот два пути законных, которые на сегодняшний момент, на сегодняшний день, я считаю, можно применить. Других инструментов нету. Так что, ребята, декларации сдавайте. Две по Акаспи приложению только сразу, чтобы не корректировать, сразу сдавайте. Чтобы потом, вот как у меня, я там корректировку захотела сделать, а уже все, сдала. Ну ладно. Сдавайте отчеты. Потому что те, кто не сдаст отчеты, первое предупреждение, потом 51 тысячу штрафа. У нас же не платят они, вот, штрафная сетка у нас же, она не может начинаться для простых граждан, там, 10 тысяч, да. Нет, они сразу, сразу у них 51 тысяча. И там пофигу, что у людей зарплата 80, пофигу, 51 тысяча. А я вот хочу спросить вот этих умников, которые эту декларацию запускали, которые утверждали, не без этого, не без помощи этих наших антинародных депутатов. Вот я хочу спросить. А вот, например, бабушка, да, сидит, вот она, 81-летняя бабушка. Там этих, кстати, возрастных цензов нету. Вот она сидит, старенькая. Представьте, у нее ни внуков, никого нет. Ну, есть же такие вот, одинокие. И вот представьте, она должна, она вообще не знает, знать, наверное, не знает, что такое декларация, что вообще запустили эту декларацию. Это она, представьте себе, попадает на штрафы сто пудов, попадет на штрафы и так далее. Но это вообще, ну это же нонсенс. Не, вообще, вот, ну, недумающее правительство, совершенно недумающее правительство. Так что помогаем, ребята, помогаем друг другу, говорим, чтобы не попасть на эти штрафы, которые наше антинародное правительство вновь ввело. Декларации вот эти вот, чтобы потом опять не бегать, не бегать. Мы только друг другу можем подсказывать, я вам и подсказываю, чтобы не попали на штрафы. Заходите в приложение, у кого каски стоит, этот, ламтазы хоть, аман болсон, ну, надо ввести еще корректировки вот эти. Заходите и сдавайте по форму 250, чтобы не попасть на штрафы. Ну, на сегодня два видео записала. Ребята, следующее отслеживайте, следующее видео запишу, уже, этот, вам скажу по локации и где буду находиться. И будем, будем, этот, буду принимать фонд, членов общественного фонда буду принимать и будем, будем работать. По-другому никак нельзя. Только друг другу помогаем, мы сможем выжить в этой стране. К большому сожалению. Защиты со стороны правительства мы, я не вижу, не вижу. Помощи тем более. Поэтому нам необходимо друг друга защищать, нам необходимо друг другу помогать.